Театр драмы Театр драмы Театр, которому Исполняется сто лет, с богатой Историей, и хочется Все-таки Показать Как вырос театр за эти сто лет И мы к этому мероприятию К этой дате Мы начали готовиться задолго Мы за 2-3 года уже Планировали, предполагали Что, как мы будем делать Хотелось Может быть, чем-то удивить Зрителей в этом году Удивить артистов Чем-то Поэтому, в общем, планы Были сверстаны И весь коллектив театра очень активно Включился в это И вот то, что Вы видите, то, что происходит И то, что еще будет происходить Это результат, в общем, такого труда И я считаю, что Пока у нас все удается Пока все получается Потому что прошли Ну, я считаю Очень такие Мероприятия Эпохальные даже Можно сказать Смотрите Обменные гастроли Театра Вахтанговая Которому исполняется сто лет И Алтайского краевого театра драмы Имени Василия Макарча Шукшина В кои-то веки Впервые в жизни Два театра, которым исполняется по сто лет Театр Вахтангова Приехал сюда И показал свои шикарные спектакли Ну, и мы в грязь лицом не ударили Потому что Мы отработали два спектакля на сцене Исторической сцене Вахтанговского театра И получили ответную реакцию Мы не сами говорим И хлопаем в ладоши И говорим Ой, какие мы молодцы Как мы хорошо работаем Вы знаете, когда Закончился спектакль По Шукшину Разыгрались же кони в поле Я сидела в зале Я, конечно, боялась дышать И мне хотелось снять Финальную сцену Поклон Я с телефоном Сижу, снимаю Мне хочется встать Чтобы лучше снимать И понимаю, что в Москве Зрители в зале Не встают на аплодисментах Это у нас в Барнауле встают А в Москве зрители сидят И какое же мое было вообще удивление И я не знаю Это ощущение передать невозможно Потому что Когда зал встал и закричал Браво У меня задрожали руки Я чуть не выронила телефон У меня потекли слезы Это были вообще просто Это такой восторг был Это такое счастье И я поняла, что Вот все, что мы делали эти годы Мы делали не зря Потому что Московская публика Которую Надо еще удивлять Да удивлять Она восприняла нас И Зрители московские Сказали Ребята, вы идете В том направлении Я очень рада Что мы идем Все-таки В том направлении И я думаю Что мы будем продолжать В том же духе Чего стоит только Спектакль «Интуиция» Который Константин Юрьевич Хабенский Любезно согласился Принять участие Он был художественным Руководителем И артисты Которые заняты В этом спектакле Не дадут мне соврать Они Говорят о том Что Вот Хабенский Как раз сделал то Что происходит на сцене На сцене происходит Конечно Волшебство И Конечно Никогда бы Цыпкин Не согласился Написать пьесу Специально Для Алтайского Краевого Театра драмы Если бы не Константин Юрьевич Если бы не Столетие театра И Многие зрители Приезжали на спектакль Потому что И у Хабенского И у Цыпкина Много есть Любителей Последователей Фанатов И Ко мне подлетели Две женщины Из Белокурихи И говорят Любовь Михайловна Это другой Цыпкин То есть Они привыкли К одному Цыпкину А здесь Цыпкин Был другой Который заставляет Задумываться Переживать Где-то поплакать Поэтому Это тоже здорово Это вот еще один этап Мы впервые в мире Как сказал Александр Александрович Вислов Провели лабораторию Сейчас очень модно Делать режиссерские лаборатории Приезжают режиссеры За неделю Там делают Эскиз спектаклей И потом мы Смотрим Что из этого получилось А мы впервые в мире Сделали лабораторию По Тем пьесам Которые были поставлены В первом сезоне Театра То есть Вот что было Сто лет назад И мы все поняли Что Вот то что было Сто лет назад И те проблемы Те Жизненные Какие-то Коллизии Которые происходят Они не чужды нам Сегодня И По итогам Этой лаборатории Два спектакля Из этой Лаборатории Из репертуара Первого сезона Войдут в репертуар В этом сезоне Войдут в репертуар Нашего театра В общем В общем так весело Мы живем Движение есть Движение есть И Оно не заканчивается И Я думаю Что Мы В конечном итоге Этим сезоном Вот такие Вспышки эмоционально Не закончим И будем продолжать В том же духе Я думаю Что нам понравилось Так жить Нам понравилось Так жить Давайте послушаем Виктора Хоть до начала эфира Он говорил Что он здесь Для красоты Но все же нет Для актера Сто лет театра И сотый сезон Что это вообще значит Насколько будет Ответственно играть На сцене Это большая ответственность Потому что Сто лет Понятно Есть своя история Большая И Я ее чувствую Еще Когда только Приходишь в театр Встречаешь Допустим Георгий Тихонович Обухов Николай Александрович Мирошниченко Что они говорят Про то А вот 30 лет назад Мы играли этот спектакль Совершенно другой Они перечисляют имена Или говорят 25 лет назад Делали последний раз Тут ремонт Было интереснее Есть какая-то Всего своя история И Ты видишь Как люди Которые проработали Уже В театре Даже больше Чем вообще Я живу И они знают Про этот театр Очень много И они его Как бы создавали Держали репертуар Театра И они это все Так тебе говорят Ты понимаешь Что они Что-то Ну как передают тебе Эстафету Эстафету Я знаю Какую-то театральную масочку Ты неси ее На себе дальше Это большая ответственность Очень ты понимаешь Потому что Театр Который Один из самых Больших театров Сибири И Я считаю Один из самых Лучших театров Сибири Ну не зря же Нас В лонглист Включили Звезды театрала И сейчас Конечно Много И на нас На молодежи Ответственности Мы должны Держать лицо театра Быть Современными В актерской игре Быть интересными Зрителю И На фоне Столетия Это еще более Ответственно Потому что Ну просто Наша любовь К театру Она огромна Потому что Я считаю Что Людей в театре Которые любят Вот именно Дело театральное Их вообще нет Это я говорю Не только Про творческую сферу Начиная От Вахты От Санузлов Заканчивая Директором Все люди Любят театр Потому что Людей не любящих театр Ну там нет Просто нет Они не задерживают Не задерживаются И поэтому На фоне Столетия Это Гордон Я не знаю Всегда иду Вот сегодня Шел на работу Там у нас пожарная Служба была Ну ладно Сегодня Учение Учение Сегодня шел на работу Это же Прекрасно Огромное здание В центре города Красивое И еще Ты знаешь Что там происходит Какое чудо Очень радостно И гордо Свою работу Поэтому Мы счастливы Как никогда И плюс У нас тут Мы тут Шумели Звенели Не только на край Ну да По всю нашу страну Мы так кричали Смотрите Сезон начнется У нас 3 сентября 3 сентября Довольно таки рано С чего начнется Какое будет Открытие Спектакль Непрощенное Это у нас Отложенный спектакль Мы его Законсервировали В связи С прошлогодней Пандемией Когда объявили Локдаун Когда закрыли Театр Когда нам запретили Репетировать Мы его готовили К 9 мая Прошлого года К юбилею Победы Ну и в общем Такой материал Который Не хотелось бы Вот так вот Просто взять И выбросить И поэтому Мы продолжаем Решили Что 3 сентября Мы откроем сезон Это как раз День окончания Полного окончания Войны И Потому что Вообще Надо помнить Что было С людьми Что делает С людьми Война Как она Ломает Судьбы И Наше молодое поколение Должны понимать Что сегодня Их задача Не допустить Того Что было Когда-то 75-76 лет назад Дальше Мы В процессе Творческом Потому что Когда открывается Театральный сезон То все спектакли Которые там 2-3 месяца Не показывали Их в обязательном порядке Нужно восстановить То есть Нужно делать Генеральные прогоны Репетиции Но особо нам Времени Не будет Для этого Потому что Мы Вновь Опять Включаемся В творческую Лабораторию С 13 Сентября У нас Будет Лаборатория Под руководством Олега Семеновича Лаевского Здесь Мы уже Будем Брать Эскизы Делать эскизы Современных Драматургов Пока еще Режиссеры Определяются До конца Не определились Я думаю Что к концу Следующей недели Мы уже Объявим Кто будет Из режиссеров И какие Пьесы Они берут Для работы Дальше Мы продолжаем Обмен Со столетними Театрами В Липецке В этом году Театру Тоже исполняется 100 лет И благодаря Поддержке Больших гастролей Мы едем В Липецк Липецк приезжает К нам Дальше Мы возвращаем А мы еще Принимаем участие С начала 20 сентября В Золотухинском Фестивале Спектакля Мы разыграли Жакони в поле И дальше Мы улетаем В Липецк Возвращаемся И Кирилл Вытоптов Приступает К репетициям Спектакля Как я простил Прапорщика Кувшинова Который Был эскизом Лаборатории Театра нации Малых городов Вот у нас Такой должок Остался Потому что Кирилл Очень востребованный Режиссер У него было Достаточно Мало времени Для того Чтобы не получалось У него совпасть С нам Потому что У нас в этом году Такой В прошлом сезон Был такой активный И у него И вот наконец-то Мы совпали И все-таки Этот спектакль У нас выйдет Я вас прибью Я знаю, что Виктор Будет в нем Принимать участие Играть Что за роль Роль Семена Музыканта Друга главного героя Который Просит его Вернуться И заняться тем Что дорого И для Семена И для самого Толика Заниматься творчеством А вот какая у вас Самая любимая роль Может быть Та роль Которая Например Вам похожа Вашему образу В жизни У меня все роли Любимые Ну Всегда роль Любимая Та Которая Наверное Сложно давалась Потому что Когда так вышло Что роль попала Ну Под твои вообще Как бы Внутренние Обаяния Там Органику Ну Она конечно Там То есть Легко А роль Которая сложная Которая Нужно было Поработать Процессуально Сложная И Там Может быть Даже на Противопоставление Она Самая такая Ну Одна из самых Любимых Но их Как бы Нескли ряд ролей Поэтому я не буду Почислять Это будет Это будет Несчестно Почему? Ладно Честно Поехали Пальчики Все приготовим Потому что Ну Я очень люблю Леха Роль Деда Саши Я люблю Роль Разыгрались Коня в поле Кольки Паратова Бесприданница Карандашев Как я понимаю Ролей много И все они Любимые А я это и сказал Подытожим так Любовь Михайловна Еще один вопрос И кратенько 27 ноября Будет юбилейный вечер Посвященный Столетию Кратко Ответишь Что на нем Будет Вы знаете Мы очень долго С Анной Ивановой Вахрамеевой Кстати Выпускник Анны Ивановны У нас очень много Работает выпускников И я поняла Что Анна Ивановна Как никто Знает Артистов Она смотрит Все наши спектакли То есть Хотелось Чтобы на этом Юбилейном вечере Ну Какие-то Какие-то черты Актерские Те которые Ну не попадают Не всегда же Роли попадают Да Вот что-то Вот так раскрыть Артистов Как их еще не видели На сцене Зрители Хочется И чуть-чуть Пройтись по истории Ну не так Что вот там В этом году Туту Туту Я хочу Все-таки Не буду рассказывать Мы Интригу Оставим Оставим интригу Это будет такой сюрприз Для зрителей Но 27 ноября Я думаю Что зрители Увидят Действо Которое Может быть Захочется Еще раз повторить Поэтому пока мы не загадываем Но если вдруг у нас произойдет Какая-то феерия То мы Возьмем в репертуар И какое-то количество раз Покажем для зрителей Потому что Сегодня Только 350 человек Смогут Прийти в зал В зрительный Сегодня загрузка Зрительного зала 50% Ну значит будем ждать Этого вечера На этом наше время К большому сожалению Подходит к концу Еще раз напоминаю Что театр драма Открывает свои двери Уже 3 сентября Так что Увидимся В театре